Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Он соединяет Кубанское ущелье с городом Карачаевском. Мост Каменомосте будет введен в эксплуатацию в мае. Работа на финальной стадии. К пожару и паводку опасному сезону готовы. Спасатели успешно справились с поставленными задачами в масштабных учениях. Как выбрать семена и защитить свой урожай. В Черкесии создан информационно-консультационный пункт на базе Россельхозцентра. Будем жить! Онкологический диспансер Карачаева-Черкесии стал лауреатом Всероссийской премии в номинации «Лучшее учреждение». Мост Каменомосте будет введен в эксплуатацию в мае текущего года. Он соединяет Кубанское ущелье с Карачаевском. Напомним, мост был разрушен стихией. Но благодаря программе «Безопасные и качественные автобомильные дороги» уже в мае этого года он будет введен в эксплуатацию. Строительство моста курирует лично глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Соответствующий вопрос руководителю региона поступил в ходе прямой линии с жителями республики. Пропускная способность моста – до 6000 автомобилей в сутки. Работы по строительству включают в себя обустройство новых тротуаров по обеим сторонам моста шириной полтора метра. Также будут установлены новые барьерные ограждения тротуаров и проезжие части, новые дорожные знаки и дорожная разметка. А в ауле Адыгихабль досрочно завершен капитальный ремонт дамбы. О начале работ по ремонту в декабре 2021 года заявил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе прямого эфира. Работы по ремонту берегоукрепительной дамбы на реке Малый Зеленчук начались весной 2022 года. Ремонт дамбы позволит защитить порядка 500 человек. Их домовладение и приусадебные участки. В ходе возможного подтопления также располагались объекты инфраструктуры населенного пункта. Напомним, также досрочно завершились работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Эшкагон в селе Джага и на реке Тиберда в Карачаевске. В марте военный комиссариат республики получил задание ОНГ-штаба Вооруженных сил России, которое касается традиционного отбора граждан на военную службу по контракту. В республиканском военкомате журналистам рассказали об условиях заключения соглашения с теми, кто после подписания документа на добровольной основе поступит в распоряжение российской армии. Как отметил начальник отдела подготовки призыва на военную службу Алексей Кобылко, среди наиболее востребованных специальностей летчики, связисты, саперы, разведчики, танкисты, водители. Так, как на вооружении сейчас находится высокотехнологичное оборудование, пребывающим контрактингам может потребоваться чуть больше времени на подготовку. Особенностью данного набора будет являться то, еще и то, что в Карачаево-Черкесской республике будут организованы именной подразделения, которые будут базироваться на базе 40-го армейского корпуса и будут комплектоваться гражданами Карачаево-Черкесской республики. Что хочу отметить в первую очередь? Что такое военная служба по контракту? Военная служба по контракту, в первую очередь, это не просто работа в нашем представлении как гражданских людей. Это деятельность в вооруженных силах, которая осуществляется на добровольной основе после подписания контракта, где главной функцией является оборона и защита страны. В республике, как и во всех регионах страны, в эти дни проходили масштабные командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спровоцированных природными катаклизмами. Сценарий по реагированию на происшествия, вызванных паводками, экстренные службы региона отработали на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Еще в начале марта главному управлению МЧС России по Крачево-Черкесии совместно с органами федеральных и местных исполнительных властей во всех муниципальных образованиях республики была уже проведена проверка готовности к поводко-опасному сезону. По легенде учений, на территории Большого пруда, парка культуры и отдыха «Зеленый остров» произошло подтопление. Спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам ведут поисковые работы и занимаются эвакуацией людей. Там больше упор был сделан на теоретическую часть и документальную часть. Сегодня мы именно проводим упор, делаем на практические мероприятия. Взаимодействующие структуры – это медицина-катастрофа, следственное управление, Министерство внутренних дел. В масштабных учениях задействовано более 300 человек и свыше 40 единиц спецтехники. Спасатели и сотрудники взаимодействующих структур оперативного реагирования работают, как говорится, на земле, в воде и с воздуха. За обстановкой в зоне условной чрезвычайной ситуации специалисты МЧС наблюдают с помощью служебного дрона. Помимо служб оперативного реагирования, в мероприятиях учений задействованы также наиболее опытные и активные участники студенческого корпуса спасателей. Эмоции вообще зашкаливают, все интересно, все хочется попробовать, везде хочется поучаствовать, но не везде получается. Делаем свою работу, пытаемся где нашу помощь, тем помогаем. Для меня это очень хороший, ценный опыт. За обеспечением правопорядка в зоне условной ЧАЭС следят полицейские. Служители панацеи от медицины катастроф оказывают экстренную помощь пострадавшим. Ну а криминалисты Следственного комитета по Крачаево-Черкесии производят мероприятия по установлению причин и обстоятельств смерти погибших. Подобное слаживание очень сильно помогает в будущем для быстрого реагирования совместно с сотрудниками МЧС, полиции, Следственного комитета. Координация и взаимодействие на данных учениях происходит на достаточно высоком уровне. Легенда учения отрабатывается полностью, достаточно профессионально всеми сотрудниками. Подведя итоги, руководство оперативно-штабных учений определило, что сила и средства, а также органы управления к пожароопасному сезону и поводкоопасному периоду готовы. Ахмат Халкевичев, Олег Мухожев, Вести Крачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза, а днём до 15 тепла. И местами 2,7 со знаком плюс. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, а днём 12-14 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждём вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. Начинается дачный сезон. И многие уже закупают необходимые семена и средства защиты. На будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт, где специалисты Россельхозцентра оказывают соответствующие услуги сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. Репортаж Альбины Ламковой. Часто-часто приходим. Ну и как вам семена? Очень хорошие. Каждый год приходим. Обслуживают отлично. Спрос рождает предложение. Истина. В несомненном высказывании убедились специалисты Россельхозцентра, создавая информационно-консультационный пункт. Предпосылкой в его открытии послужили обращения сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов и огородников. Здесь дипломированные специалисты информируют о современных методах защиты. Подберут семена и посадочный материал, который будет отвечать самым высоким требованиям качества. Мы давали только консультации. А тут, получается, у нас уже есть средства защиты растений, семена, минеральное питание. Тут не просто можно получить консультацию, но уже можно сразу же. Специалисты подберут по какому вредному объекту тот или иной препарат, который разрешенный. Для справочника пестицидов и нормой, чтобы, если норма будет больше, то это будет вред. За последний год значительно пополнился ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. Они имеют логотип ФГБУ Россельхозцентр. Все семена, проверенные в нашей лаборатории, соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным. Лучшие импортных? Безусловно, наши семена лучшие импортных. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы пришли уже на новые пакетики с евроотверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян. Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Россельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях и сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, и всегда мы говорим, чтобы они принесли, чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь. Он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растенет. То есть 50 на 50, мы так не работаем, мы уже работаем 100% результатов. Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Онкологический диспансер Карачаева-Черкесия стал лауреатом Всероссийской премии «Будем жить». В номинации «Лучшее учреждение». Премия была учреждена 7 лет назад и вручается за выдающийся вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. О значимом для Республиканской онкологической службы событий. Артур Мхце. Премии от Ассоциации онкологических пациентов вручались лучшим медицинским организациям онкологического профиля в седьмой раз. На сцену Государственного Кремлевского дворца в Москве вышел руководитель республиканского диспансера имени Бутова Зубер Махов, чтобы получить награду за выдающийся вклад представителей профильной службы в борьбу против рака. «Нам очень приятно было получить этот приз от главного онколога Российской Федерации Академии Наук Каплина Андрея Дмитриевича. По голосованию у пациентов наше учреждение заняло первое место в этой номинации. Нам очень приятно, что голосование проводилось среди пациентов онкологического профиля». В традиционно отмечаемый Всемирный день со злокачественными заболеваниями диспансер Карачао-Черкесии впервые был признан лучшим медицинским учреждением своего профиля. За полвека существования в регионе онкологической службы она прошла трудный путь от скромного диспансера на 25 коек и ограниченными возможностями в лечении до одной из лучших в стране организаций данного профиля. Здесь ежегодно получают консультационную помощь более 20 тысяч человек, а специализированное лечение около 9 тысяч пациентов, причем в Карачао-Черкесию приезжают люди из многих российских регионов, чтобы воспользоваться услугами республиканских онкологов. «В Карачао-Черкесии построен современный онкологический центр. Мы переехали в конце 2018 года. Диспансер оснащен очень хорошо для выполнения всех технологических операций, всех рутинных операций. У нас здесь проводится и лекарственная терапия в полном объеме, проводится лучевая терапия. Обеспеченность лекарствами в Карачао-Черкесии стопроцентная. Мы пользуемся всеми инновационными препаратами, которые необходимы при такой стадии, при такой локализации». Благодаря нацпроекту здравоохранения медучреждение оснащено самым современным оборудованием. Ежегодно на его площадке проводятся обучающие конференции. Региональные специалисты постоянно контактируют по различным вопросам с центральными клиниками онкологического профиля. И работа над дальнейшим повышением качества и доступности помощи по данному направлению будет продолжена. Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня день весеннего равноденствия. Это время, когда день и ночь равны подлительности. Такое событие происходит дважды в году весной, когда день становится длиннее, и осенью, когда идёт на спад. По мнению астрологов, это событие обладает особой энергетикой. И с точки зрения астрономов, в этот день происходит новолуние, что означает обнуление Луны. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Акушерка». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова